Опа! Че пришло-то, а? Че пришло? Коробка. Наконец-то пришел мне рюкзак. Наверное, это рюкзак мечты. Я уже сто лет не покупал себе рюкзаки, причем что у меня к ним огромная страсть. Ты посмотри, какой он гигантский. И сейчас это будет видео распаковка. Рюкзак Москва-Питер долетел с деком меньше, чем за сутки. Это, конечно, прикольно. Вообще-то, прежде чем вскрывать, хочу рассказать вообще историю. У меня, на самом деле, офигеть какая страсть к рюкзакам. В детстве там у меня было очень много рюкзаков. Я их никому не давал носить. Носил все время их сам. Всякие туристические. Я раньше ходил в походы всякие разные. И начиная там от обычных трекинговых штурмовых рюкзаков, заканчивая туристическими большими ста литровыми рюкзаками. Какие-то школьные рюкзаки. И вот когда дошло дело до моей операторской истории, первый вообще мой рюкзак, который у меня появился, это был сразу же Low Pro Tactics 450W. Этому рюкзаку уже почти пять лет. Он прошел вообще все. И огонь и воду. С ним еще можно ходить. Я буду продолжать это делать. В каких-то городских историях. Но не какие-то походные, экспедиционные варианты. У меня вот видишь, что тренцессор прикреплен. Отбаска уже сразу что-то можно было доложить, что там мелкая. Но суть в том, что в этот 22-литровый рюкзак я больше ничего, кроме там видеостава, аппаратуру, ничего больше не могу положить. Ни какие-то запасные вещи, ни тормоза. Все время с собой мне хочется взять термос, чай, воду, там куча батареек. То есть для похода на вулкан, там скитур, какой-то трекинг, такой рюкзак уже не подходит. Я вот эти два сезона мучился капец как сильно. Вот сейчас еще откатал зиму там на снегоходе. И мне его вообще не хватало. Ничего сюда невозможно положить, кроме оборудования. Это крутой рюкзак. Я бы его рекомендовал всем. Сейчас еще уже давным-давно есть вторая версия. Она чуть побольше. Стоит такой рюкзак в районе 20-ки сейчас. Поэтому, короче, можно им еще пользоваться. Но мне уже не подходит. Мне нужно, чтобы в рюкзак можно было положить еще как минимум дополнительные вещи. Но кто-то из ребят в канале порекомендовал Шимоду. Собственно, вот она и есть. И я тогда ей заболел. Я в том году сгонял в Москву. Посмотрел в пиксели, как она выглядит. Еще фишка в том, что Шимоду хрен достанешь вообще. Я смотрел там всякие еще там пик-дизайн, Тендо, Гидзо. Короче, много разных было вариантов. На Камчатку бы я ждал такой рюкзак. Еще бы даже не надеялся. Вот это рюкзак Шимода 50 литров. Скажу честно, я хотел и у меня была мысль купить сразу же 70-литровый. В двух словах. У Шимода есть несколько литражей 30, 50 и 70. 70 это такой рюкзак, в который ты уже можешь положить вещи, но еще там засунуть в спальник, может какой-то маленький, и небольшую палатку. То есть это фактически большой туристический полноценный рюкзак. Я хотел взять 30, но мне казалось, что разница в 8 литров не совсем большая, минус в моем лоу-про и 30-литровый. В итоге взял 50. К тому же у этого рюкзака по параметрам он проходит в ручную кладь. Я не очень люблю летать с багажом. 70-литровый рюкзак уже не подходит, а вот 50 самый раз. На самом деле я не ожидал, что он такой маленький. Я сейчас немного удивлен. Я думаю, что вот эти 20 литров дополнительные как раз-таки находятся вот в этой скрутке, которых не хватает здесь в лоу-про тактике. На первый взгляд ткань очень крутая, плотная. По ощущениям, что можно кидать в грязь. Она такая, знаешь, гладкая, ее стряхнул и все. Тогда как на про тактике здесь все такое волокнистое. Грязь у меня обычно шлак, там куда я пауканом хожу, она все время объедалась сюда. Потом очень сложно ее оттереть. Здесь же она такая, мембранная такая история. Короче, существует несколько комплектаций. Это Shimoda X50, там X30, ну разный литраж. Укомплектованный уже внутрянкой Shimoda X50 Basic Kit или что-то такое. Спинка открывается. И если бы я взял такой, у меня бы уже здесь было наполнение. У меня была бы уже такая штука, в которую я бы все складывал. Я взял комплектацию пустую и кейс докупил отдельно. Тоже шимотовский. У них много разных по функционалу кейсов. Я взял самый большой, который может подойти для этого рюкзака. Если бы я брал 70-литровый, я бы точно также взял бы самый большой из всех имеющихся. Это размер L. Что прикольно, кстати говоря, смотри у Shimoda. Вот этот кейс, пускай он будет называться так, он может закрыться и я его понесу. У меня здесь будет все сложное, у меня ничего не выпадет. Я его могу переворачивать, вытащить из рюкзака и нести его в руке. Например, если я там запихаю полный рюкзак вещей, аппаратуру сложу сюда и пойду, например, с ней в самолет. У меня будет две вещи, которые спокойно пронесу. На первый взгляд, вот эта хрень маловато. Причем, что это самая большая. Я не представляю, какие-то маленькие. Маленькие вообще, походу, ничего не сложишь. То есть она вот как раз по размеру примерно как про тактик, да. Но здесь еще нужно будет все грамотно сложить. А что за фигня? Почему? Два, три, четыре. Брал эту штуку по функционалу, чтобы сюда спокойно входила камера. Два объектива 16-35, 24-70 плюс супр-телевик, например. У меня сейчас в планах купить 200-600. Но я сейчас смотрю, он сюда не влезет, то есть его нужно будет отдельно как-то сверху класть. И желательно дрон, и желательно стаймя. Но стаймя, то есть вот так, он сюда уже не влезет. По-любому его нужно будет укладывать по всей длине. Но для дрона у меня есть отдельный кофр. Сейчас покажу. Поэтому не обязательно его класть сюда. Я его могу класть просто сверху, просто в рюкзак китать. И ничего с ним не будет. Потому что, ну, судя по всему, я уже не найду такой рюкзак, где бы дрон мог спокойно вот встать, например, вот так, да, и у тебя оставалось бы место еще. Ну, то есть целиком. Почему я так говорю? Потому что Air 2 до этого у меня в Low Pro так и ставился. Я его так вставлял стремя, и у меня как раз спинка закрывала, и он не лежал, и было все четко, место еще оставалось. Ну, пока что, на первый взгляд, по ощущениям, вот эта фиговина очень крепкая, очень приятный этот материал. И твердые перегородки, гораздо тверже, чем на Low Pro. На Low Pro они гнутся, мягкие. А здесь прям такие жесткие. Ну, и видно, что очень качественно. Рюкзак не дешевый. Блин, если честно, я очень долго сомневался, покупать или нет. Потому что, ну, такая серьезная покупка. Небюджетная, скажем так, да. Сам рюкзак без вот этой хрени стоит 29, ну, короче, 30 тысяч. Это 50 литров. И можно было выбрать на выбор внутрянку от 6 тысяч рублей до 10500. Я взял самую большую, самую другую. Были еще больше, по 12, но мне сказали, что они не влезут в этот рюкзак. Хотя я бы взял бы и еще больше. Ну, вот это вот то, о чем я говорил, что очень хреново, что рюкзаки делают недостаточно глубокое. То есть, 70-200 даже вот не входит сюда, а в Low Pro он входил практически полностью. Ну, чуть-чуть оставалось. То есть, можно было поджать. Соответственно, вот эти все линзы длинные, они должны класться только вот так. С таймя она уже не встанет. У Шимода есть прикольные, помимо рюкзаков 70-литровых, еще сумки. Такие типа, типа, как спортивные, они открываются как баул. Туда вставляется вот эта большая внутренняя, внутренний кофр. И они тоже классные. Возможно, что когда-нибудь в будущем они пригодятся. Ну, а что касается по рюкзаку, ну, много всяких таких прикольных. Здесь видно штучек под бутылки, боковая ручка иногда она нужна. Ну, и конечно же, вот эта скрутка, которая как раз-таки добавляет вот эти лишние 30 литров, да. Ну и все, вот положил-ка телевик, да. И у тебя еще здесь столько пространства остается. Соответственно, можно делать вот такую штуку. Сюда вот как-то вот так вкреплять. Такую фигню. Ну, чтобы ты раз такую так достал. То есть у тебя получается такой карман по горизонтали получается. Хотя вот это пространство можно тоже задействовать. Соответственно, чтобы достать телевик, тебе нужно будет что-то отсюда достать, откинуть вот эту фигню, взять телевик, закинуть ее. Ну, возможно, как-то так. Пока что так. Это если набивать его целиком. Здесь еще место остается. Куда-то же еще нужно камеру положить, правильно? Батарейки. Например, сюда. Например, вот так. Чик. Батарейки вошли, окей. Ну, короче, да, если клетку-то снимаешь, камера становится сразу же супер маленькая и очень легко вот так входит. Но это не отменяет того, что очень мало места здесь. Фактически мало. То есть сюда мне еще нужно, как бы, уложить. Нужно куда-то сейчас микрофон еще будет, да. Помимо того, что вот здесь уже трон будет лежать без чехла, что мне не очень нравится. Майк куда-то нужно будет пристроить аккуратно. И еще саму ручку, у которой супер неудобный форм-фактор. Просто капец. У меня, естественно, у меня же появились шальные мысли FX6 себе, да, закупить когда-нибудь. То есть она сюда вообще, этот рюкзак под FX6 вообще абсолютно не подходит. И, по сути, я еще ничего не положил сюда. У меня только один объектив. То есть у меня еще, у меня же еще вот линза. Куда, куда, куда я ее должен вставить. Блин, ну, короче, вместимость, честно сказать, сомнительная. Даже у low pro вместимость была пободрее. Здесь как-то все, ну, как-то просторнее все, что ли. И глубина шире. То есть, ну, пока что как-то такое. Вот так она выглядит вставленная. Спинку раз закрыл. И сверху получается вот столько места, куда как раз, по идее, наверное, может быть, пойдет термос, теплая куртка, перчатки, очки там, какие-нибудь маска, шапка. Ну, вот я вроде бы упаковался. Очень прикольно вот этот так открывается и здесь по всей длине. Можно ссунуть руку и дофига чего на самом деле напихать. Ну, здесь такой быстрый доступ, естественно, к норофену какому-нибудь. МД-фильтран. Тут что-то у меня на дроне положил. Тут провода, необходимые SD-карты в чехле. Потом дальше полня до попадания в верхний клапан, где должны лежать, по идее, все вещи. Он в скрученном состоянии выглядит вот так. И сюда, ну, что-то напихал. Тут куртки, возможно, термос какой-то. Не так много места, как я ожидал, на самом деле. Здесь внутри тоже два кармана есть. И основная часть открывается и здесь у меня ничего нет. Я понял, что у меня, по сути, аппаратуру-то нет. Вот раз объектив. Два объектива сюда что-то доложить. Например, Powerbank. Камера, которая лишилась клетки. Микрофон для камеры. Ручки сейчас нет. Куда-то она ляжет, скорее всего, вовнутрь. Дрон без чехла. Моя штука со всеми проводами будет лежать, наверное, здесь. Пока что еще не понятно, как распределить. Но на первый взгляд очень мало места. Пульт бестолково лежит. Вообще очень много место занимает. Две батарейки на дрон. По сути, ничего вообще нет. И сюда, самое главное, ноутбук. Прошка 16. И, блин, она по сути, по размеру такая же, как 15. Но здесь сделано отверстие только-только под 15. То есть, у меня она влазит. Но, блин, с привилительным трудом вообще. То есть, нею, чтобы запихать эту ложку. Нужно, капец, прям запихивать ее. И очень сложно будет закрывать. Ну, короче, такое себе. Но, в целом, я думаю, что я сюда напихаю очень много вещей. Так, по ощущениям, как бы вот эта часть, сюда и куртка войдет, кофта какая-то при желании. Ну, и классно, что можно брать как ручную укладь самолет. Ну, еще Шимота положили вот такую прикольную открытку. Пожелали мне удачи. Классных кадров. Всякое такое. Молодцы. Все. Видос, короче, подошел к концу. Надеюсь, тебе было интересно, полезно. Ты пока что такое, надеюсь, не захотел. Ходишь со своим старым. А я его поиспользую в сезоне. И потом расскажу тебе, как все прошло. Все. Спасибо за просмотр. Пока.